Итак, Максим, я вас благодарю, хотя вы кинули кому грязи, но я все равно вас благодарю. Почему? Когда я вам и таким, как вы, я постоянно даю тебе повод вернуться обратно к этой же теме. Итак, Евгений Максим, а ничего, что биополя и геопатогенные зоны, это из лексикона Харлатану термины, то есть биополя и геопатогенные зоны, это лексикон Харлатану, понимаете, вот, знаете, я вспомнил оперу Иоланта, я в жизни слушал только одну оперу, в то время, знаете, как, телевидение, я молодой совсем, телевидение, один канал, хочешь не хочешь слушать больше. Я послушал, она мне очень понравилась, там были прекрасные актеры, прекрасная музыка, все было настолько, все пело и душа пела. Но там был такой грустный сюжет, это я по теме, знаете, какой он, вот послушайте меня, значит, девушка, молодая, ей повезло хотя бы то, что она была дочерью короля, так, но она была слепа, она жила в роскоши, так сказать, она была окружена многочисленной свитой. И король под страхом смертной казни запретил ей говорить, что она слепа и несчастна, то есть не видя света, она считала, что это нормально, то есть вообще не знала понятия, слепой, зрячий, что такое там это, краски, цветы, вот, она ничего этого не знала. Но жила спокойно, нормально, потому что у нее не было проблем чисто жизненных, цвета, любого окружающих, вот. И никто никогда не отдал слова. И для этого так случилось, что однажды забрелись у нас случайно и попали в сад, ну, а лица, это два симпатичных молодых человека, вот. И правда на нее наткнулись. И вот разговариваю с ней, видят красивую девушку, и тут они смотрят, что-то как-то не то, что-то как-то она странно смотрит, как-то поведение какое-то, как что-то где-то пытается руками тронуть, прощупать. И тут до него дошел, ну, как бы главный герой оперы. Господи, да она же слепая. И вот он ей говорит, вот, как ни в чем, он думал, что она знает, что она слепая. И он перевел разговор, что это то-то-то, вот. И вот она поет, Ария, вот, что она, это, что ей хорошо, а у нее любое окружение, у нее все есть, у нее все прекрасно, вот. И последние слова были ее, я запомнил на всю жизнь, рыцарь, мне не нужен свет, рыцарь, мне не нужен свет, вот. Ну, а дальше уже, сами понимаете, вот, когда до нее дошло, ну, надо было рассказать, что такое свет, который она не видит, как тот свет замечательный. И тут до нее дошло, что она, ей жизнь, что она коллега, ей жизнь такое подсунула, вот. И она упала в горе, в депрессию, вот. Тут и хватает этих молодых людей, вот. К этому королю связали на колени казнить, вот. И дальше уже очень красивое продолжение, как понимаете, с хорошим концом. Ну, но дело в том, что я убедился в том, что вот такие люди, вот такие вот люди, какие я, он слепой, таких миллионы, они не виноваты. Мы родились в грязной луже, путем случайного слепания. Я уж и так, и это, вроде не дурак, не получается. Вот, клетка, которая создана, она не может раздвоиться пополам, и каждая половина живая, еще много чего. То есть, нас обманули. Нам вообще навесили, для чего? Потому что надо было исключить. Мы должны были, у нашей власти, это, не только у нас, во всем мире. В Америке был скандал, когда учитель, это в свободной Америке, детям рассказал про альтернативную, это самое, божественное происхождение. Он был уволен со скандалов, он был уволен со школы, он обязан был сказать, Дарвин, точка, и наши предки-обезьяны. А он взял это, и преподнес свою теорию. Ну, вроде как я сейчас. Во всем мире всем власть имущим нужно иметь право убивать, обманывать, вот, унижать, вот. Любой ценой удержаться, для этого божественное происхождение, это как удавка на шее, ведь тогда придется-то это. И вот что получилось? Человек не знает, что такое биополе и гепатогенную зону. Гепатоген – это особый разговор. Это тоже биополе, но больное, искалеченное. А биополе – это, сейчас я попробую, есть ли у меня тут, смотрите сюда, проведение реализации, ладно, уже пропущу. Ну, про чушь вы это тоже читали. Ну, в общем, как бы сказать-то, я постесняюсь еще раз говорить об этом. Я скажу только самое главное, что вы должны знать, обязаны знать, и ваши дети, и внуки, и когда-то это будет. Вот, рядом с нами существует невидимая копия нас, нашей жизни, копия каждой молекулы, копия кошки, собаки, всех этих, каждого растения, цветочка. Все, есть копия. Это невидимые биополя. Когда они живут своей жизнью, они нам не мешают, почти, вот, они, это и есть сама жизнь, ее доказать, что, то есть, объяснить ее уже точно даже не можно. Они есть, они есть, они есть, вот, и получается следующее, я специально потом, когда, да, это уже есть у меня, и фильмы есть, и уже закон о происхождении жизни, и все есть. Главное, чтобы в это поверить, что биополе, это когда где-то там в воде существует, ну, ладно, два слова, специально структурированное силовое поле, и когда где-то в этой же самой луже, где микроэлементы, где минералы и соли, и рядом источник какой-нибудь, ой, не хочу я вглубляться, короче говоря, начинают встраиваться специально, как будто их туда магнитом притягивает все вот это вот, молекулы разные, 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 и когда только они полностью заполняют всю эту структуру, вот тогда-то и появляется вот это самое, вот. Но я не стал это все подробно говорить, потому что я уже стесняюсь, вот здесь оно, и ведь правда украдут. А человек просто знает, чем я занимаюсь, вот. Никто никогда не догадался сравнить форму листьев живых вот с этим. Это и есть листья. Но это листья невидимые, невидимые, это биополя, которые просто стали видимы, потому что это негативы, они стали видимы только потому, что строились в них не молекулы, не материальные, а только водяной пар, видите, конденсат. Вот. Я когда готовился, мне казалось, что я еще так убедительно скажу, но и пройти не мог. Знаете почему? Я не мог пройти вот это, что я опять шарлатан, понимаете? Биополис существует, а я шарлатан. Геопатогенные зоны – это миллионы трупов, миллионы сирот, миллионы коллег, а я шарлатан. Вот это уже, ну, если ты не веришь в биополе, ну, что такое простое? Вот она плита, вот она плита материковая. Ее били эти материты, ее били астероиды и пробивали насквозь. И вот там появлялись эти самые, эти самые, ну, назовем это раны. И уже ничего не удерживало, вот это излучение, от которого мы привыкли, что вот эта плита нас защищает. Вот. И все растет, все прекрасно. А потом идем, 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 раз, кончился корабельный лес, и получилась полянка с чахлом и таким кустаричком. Ну, что, трудно догадаться. А? Евгений, Максим. Вот. Остался ты с репым. Остался ты с репым.